Здравствуйте дорогие посетители нашего канала! Сегодня будем готовить очень вкусный салат грибная поляна. Для приготовления салата мне понадобятся такие ингредиенты. Отварное куриное филе, вареный картофель, вареные яйца, вареная морковь, твердый сыр, маринованные грибы, веточки свежего укропа, майонез и соль. Приступлю к приготовлению. Для этого мне понадобится емкость, в которой я буду готовить салат. Емкость для салата можно использовать любую, но только чтобы дно и верхняя часть были одинаковые, чтобы придать салату форму. Начну приготовление. Измельчу куриное филе. Для салата мне понадобится 300 грамм. Филе я отварила в подсоленной водичке. Теперь нужно кубиками нарезать яйца. Нарезаю мелко зелень. На крупной терочке натру твердый сыр. Сыра мне понадобится 100 грамм. Картофель и морковь буду натирать сразу в салат. Для салата я использую маринованные шампиньоны, но можно также использовать и другие маринованные грибы и грибы домашнего приготовления. Начну формировать салат. Нужно сначала застелить емкость пищевой пленочкой. Пленку мы выстилаем для того, чтобы потом удобно было перевернуть салат на блюдо. Первый слой у нас из грибочков. Выкладываем грибы шляпками вниз. Выкладываем плотно. В баночке у меня было 480 грамм. В мою емкость у меня вот пошли не все грибы, еще остались на тарелочке. Это зависит от того, какая у вас будет емкость. Если будет большая, значит больше грибочков. Сверху грибы посыпаю укропом. Если есть лук зеленый, можно мелко порезать и посыпать луком. Теперь нужно смазать майонезом. На крупной терке натираю картофель. Большой слой из картофеля я не делаю. Вот мне сюда пошла одна картофелинка. И распределила ее по всей емкости. Нужно немножечко присолить. И покрыть майонезом. Картофель нужно хорошо смазать майонезом. Так как он сам по себе не сочный, чтобы хорошо пропитался. Следующий слой у нас морковь. Натираем на крупной терочке. Ну это на любителя, можно и на мелкой терке, кому как нравится. Так же распределяем ее по всей емкости. Морковь слегка поливаю майонезом. Так как она сама по себе сочная. Следующий слой это нарезанные яйца. Слегка поливаю майонезом. Распределяю майонезом. И немножечко как бы придавливаю. Чтобы все компоненты хорошо-хорошо соединились. Следующий слой из сыра. Так же слегка поливаю майонезом. И распределяю майонез по всей емкости. Немножечко придавливаем. Салат готов. Теперь нужно его накрыть пленочкой. И поставить в холодильник, чтобы он настоялся, частика на два. Пленочкой мы накрываем для того, чтобы никакие посторонние запахи не попали в наш салат. Ставим в холодильник еще для того, чтобы он немножко постоял и приобрел форму. А теперь самый ответственный момент, нужно выложить салат на блюдо. Можно использовать большую плоскую тарелку или любое блюдо. Сверху накрываю блюдом. Теперь переворачиваю. И вот наш красивый салат. Мы его украсим веточками укропа. Но если блюдо однотонное, это, конечно, смотрится еще красивее. Вот такой получился салат. Грибочки словно растут на полянке. Попробуйте и Вы приготовить этот замечательный салат. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Салат.